Как же ценны знания о здоровье, которые узнаешь именно тогда, когда начинаешь понимать ценность каждого часа? О, поверьте, я-то знаю теперь. Сколько интересных и полезных открытий приходит, когда тело потеряет здоровье. Как хочется научить молодёжь беречь здоровье. Значит, я про это говорил. Сколько, помните, в фильмах посвящается девочкам-школьницам, это те, которые стояли у школьной доски, у школьной, подчёркиваю, спиной к фотографу, задрали эти юбки, и он их фотографировал крупным планом. Ну, понятно, они молодые, здоровые ещё, только что потом куда это здоровье денется. Я всё уже вдоль, поперёк, обругал все учебники и биологии, и всё. Ну, сейчас я начал конкретно. Кто-то видел несколько моих фильмов последних, он видел, что там акцент делается о биополе человека, биополе природы, биополе сада, биополе на дорогах, где тысячи людей гибнут, а наука спит с мёртвым сном, и градоначальники погибают на дорогах из-за этого, из-за биополя, из-за губительного биополя. Вот. Губернаторы погибают, учёные погибают. Ну, все, кто любит это. Ну, знаете, что любят. Теперь, я беру в данном случае, я не могу про всё рассказать, я ещё раз говорю. У нас есть приборы бытовые, вы знаете. Градусы есть, давление, этот, температуру мерим. Кстати, мерим назло, то ещё хуже. Мерим, начинаем сбивать, чего никакой в случае делать нельзя. Вот, меня вот эта дурь мешает, так сказать, нормально жить, когда я не могу всех переучить. Думайте, 38-39 не умрёте, а сбивая, умрёте. Вот. Или будете дольше болеть на неделю-две и зарабатывать ещё эти. Уже болезни, называемые хроническими. Так. Теперь. Слушайте дальше. Значит, ну, градусник в ходу. Давление мерим, мерим. Вон он там, прибор. Вот. Когда лень, когда померим. Следующее, что должны иметь, и это очень важно, научить всех желающих, начиная от школьников, от студентов, преподавателей, а также, кто не умеет, значит, надо увольняться в преподавании. Вот. Я вам фильм показывал, как я учил Лену Александровичу. Вот свеженький фильм. Вот. И ещё не все показал, их несколько. Вот. То есть, биологические рамки, рамки по измерению биополя должны быть таким же прибором. Померили человека. Метр, ладно, пусть живёт. Два-три, это уже особый человек. Злить его, я на всякий случай, чтобы вас, как бы, перед этим, злить его нельзя. Разозриться, биополе станет 5-6 метров, он вот пробьёт вашу защиту, а если вы, кто его вызвал, допустим, на ссору, оскорбил, вот. Вот здесь получите. Вот тут вот. И не заметите, а заметьте потом, когда поздно будет. Вот. Когда печень откажет, почки откажут, вот тогда заметите. И это я не шучу, это очень серьёзно. Значит, надо первое, иметь понятие биополя, надо знать природу биополя человека, надо знать, что делать, когда его сильно много. Не злиться, когда его почти нету, зная, что ты беспомощен перед телевизором, перед компьютером. Кругом мы понаставили этих, видели эти, почему вся страна болеет. Высих понаставили. Уря, мы теперь все с этим, не только с телевидением, мы теперь все с этим, с компьютерами, с сотовой связью. Уря! Вот. Ага, лучше бы его не было. Вообще-то по большому счёту. Это тоже. Ну тогда, раз это стало явью, мы все должны дружными рядами учиться, мерить биополе, а дальше работать с биополем. Понятие биополя, как, что делать. Мои фильмы видели, но не все. Вот смотрите, вот сейчас видели, дважды прометнуло, или трижды. То есть люди мне пишут, пишут по WhatsApp, вот выскакивало. Они ничего не знают про вебинар, или не думают посмотреть. А, я хочу заказать, видели, это было написано, я хочу заказать косточки. Вот. Это люди, которые фильмы не смотрят. И почему? Потому что про вебинар не знают, значит, все остальное не знают. и так, подали. Когда несколько, хотя бы миллионов человек, как, каждое, примерно, если здоровых людей, примерно должно быть половина. Но, этот, упал этот градус, пусть будет каждый пятый. Это значит, взрослых людей, 20 миллионов, могут мерить рамками. Ну, плюс еще и маятником. Ну, маятником это сложнее. И, мере рамками, переставил кровать, смотрит, здоровье улучшилось, кого-то от смерти спас, от рака спас, себя, ребенка. Вы думаете, почему дети раковыми болезнями болят? Им это суждено? Почему рак тебе из этих, от стариков перешел в средний возраст, а сейчас сегодня детей? Вот. Можете на себе испытать. Можете в этом месте поставить, эту, герань. Поставьте герань в карте, поставьте, чтобы уйти. Тогда поймете, почему ваши родственники болеют. Итак, это должно стать нормой, это должно стать государственной программой, направление по обучению массовому. И это когда-то, кто придет из нас, а нас пока мало, и шансов мало, еще потеряем миллионы людей, еще потеряем, когда это станет государственной задачей. Хух, высказался. Обращаюсь к своему брату Юрию Владимировичу Железову. Он доводит до ума эти фильмы, делает из них сказку, делает из них, это самое, ну, буквально, прекрасные вещи, я попрошу, вот то, что я сейчас сказал про биополе, это будет очередная серия, как-то было так, как не стать стариком, вот это будет очередная серия, хорошо, брат? Вот, ну, а теперь возвращаемся к нашей действительности, а действительность очень херовая. так, добрый вечер, ужасный ураган прошел от нас к вам, ну, это же все знают, вся себя почувствовала, последствия потрясают, вот, вот, а дальше это учеба, моя теплица выстояла, была открыта на все шесть окон, был горький опыт с закрытыми торцами, схлопнула махом, вот, объем теплицы, почти 200 кубических метров, хорошего вебинара. Кто ко мне обратился? Вот этот, человек заместительный, гражданской наружности, вот он, Казахстан, Карганинская область, Абайский район, ну, кто Кириллина сейчас не знает. Кириллин, мной, неофициально, естественно, был назначен дежурным по Казахстану, вот, вот его теплица, вот она села, ураган выдержала. Теперь я еще скажу пару слов про эти ураганы. Тут надо было поставить, но вы сами видели жуткие картинки по телевизору, видели? Итак, едет машина, становится не успевает, гигантское дерево, падает, разбивает его ровно посередине, два трупа и два раненых. Это показали по телевизору, это один из, ну, показывали где-то так, Кемерово-Красноярск, в общем, вот в этом районе где-то, в одном из городов, вот, ураган широкий был, в общем, два трупа. Значит, я мимо таких вещей никогда не проходил. Вы помните, что я говорил? Нет? Я говорил, ослабляется, даже дихоросы не могут спокойно расти, и используя рычаг Архимеда, используя парусность, огромную парусность, вот, ветер, природа, уничтожает эти неполноценные деревья, почему неполноценные, сейчас поймёте, вот, а задними людьми не сажают. Вот это же надо было придумать, вы представляете, что делают? Деревья закрывают бетоном их основание, то есть, пресвольный круг, бетоном, раз, или запятая, закрывают асфальтом, я вам показывал скобфильму, вы думаете, зря мы пятые тысячи фильмов снимаем, пятые тысячи снимаем, вот, всё это показывал, выворачиваясь с корнями, что способствовало? Я разглядел то дерево, которое разбило машину, буквально пополам, и у меня огромное дерево, многотонное, вот, без всяких этих, прямо раз, людей в лепёшку, то есть, вообще, вот так вот, не от салона, вот так всё, от земли, вместе с людьми. Там было отрезанные нижние скелетные ветки, до высоты примерно 8 метров. Это специально сделали парус. Вы знаете, что происходит, когда на море ураган? Все парусные суда вначале спускают паруса. И в крайнем случае, когда видно, что уже всё, там не хватает какого-то, это, сантиметра от чего-то, чтобы зачерпнуть борт и утонуть всем, вот эту вот сильнейшую вещь, самая церновейшая в паруснике, это мачта. Это особое строение, которое держит паруса. Оно сильнейшее на паруснике, паруснике бывают огромные, кстати, знаете, вот, оно сильнейшее, оно ценнейшее, и видя, что всё-таки может, а оно же ещё имеет что? Даже оно имеет парусную, представьте себе, как оно схлопнуто может, переворачивая вернув лодку, срубают, прям берут топоры, это было, естественно, 18-19 век, 2000 лет назад, срубают полностью, зная, что потом окажутся беззащитные, но живые, без паруса далеко вы плывёшь. Вот это было, а здесь, как будто специально сделали всё, вот представляете, вески на высоту 6-8 метров обрублены, чтобы парус был там, и когда сейчас всё это закончится, надо будет, конечно, в мэрии принимать решение, найти деньги, все подозрительные, ну, куда деваться, спилить, а уже когда посадить свежее, забыть этот идиотский способ подделывания вот этих самых высоких штампов, им кажется, так красиво деревья выглядят, я могу провести по Союзу Горску, но хорошо бы с телевидением, и показать, когда у деревьев, не, я смотрел, а подъезжаю, да, вот такой штамп, вот такой толщинный, диаметр, ствола, да, не молодой деревь, вот такой, и где-то на высоте 3-5 метров, вот такая раньше, вот взяли, вот так, зиг, на подвесок, я смотрю, если бы они не отрезали, кому бы от этого стало хуже, а зачем резали, а я уже приводил примеры, они деньги отбивали, списывали солярку, сколько, никто не знает, бензин, никто не знает, сколько автомобилей, нужно использовать рабочую силу, сколько заплатить, сколько украсть, помните, самое смешное было, это когда деревья, это тоже ослабляет, нет, не звездкой, это самое, извесковали, у меня есть фотографии, но все здесь остались, и показывал, еще покажу, когда целые километры, покрашены все деревья, все штампы, в алую, ярко-алую, в синюю, в зеленой краске, и посмотрите, сколько денег отмыли, а спроси, а дерево это надо, вы думаете, он красивее стало, розовое дерево, я так хочу сказать, там мэр кто, из этих, ЛГБТшников, чтобы все эти, цвета разуги, ладно, это я шучу, и вот получилось следующее, ревизия должна быть в стране, понимаете, и надо постепенно переходить к тому, что если уж посадил дерево, так оставь его в покое, я не могу говорить иначе, мне перед глазами стоит, когда, это за наших глазах, два человека, это вот свежее, допустим, вчера это, сплющило, это же ураган, вот он только сейчас был, вот, шел постепенно по всей Сибири, вот они, люди погибли, а кто об этом думал раньше, тот, кто вот эти ветки пообрезал, и чьи его теперь, это было лет 10-20 назад, так, поехали дальше, наболело, спасибо за фотографию, Иван, и главное, мудриться, за 20 минут до вебинара, прислать ее, но она мне помогла, эта фотография мне помогла, направление, тема была, то, что мы с вами друга поняли, мне помогла, verlierей, неправильно, это же злобство одной третий, styкса арт definite, пенни пойдущи, и работает, смотри야,